Добрый ранец, информационная служба телерадокомпании «Гомель» начинает свою работу у эфиры. У студии працует Евген Паблавец. Сегодня делегация Гомельской области накируется в Минск, где завтра распочнется 5-й Усебелорусский народный сход. Нагадаем, наш регион на форуме проставить 350 человек. На 5-м Усебелорусском сходе будут обмарковываться головные накирунки социально-экономичного развития Беларуси на ближайшие 5 годов. Будут закоронуты все сферы, которые вплывают на наше житё – экономика, будовництво, эдукация, медицина, социальная оборона. Об тем, на что будет рабиться ставка на Гомельщине, журналистам на первые дни рассказал старшиня Аблова Конкама Владимир Дворник. И наше желание сегодня органов власти, мое желание, конечно, чтобы мы прибавили во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Прежде всего в экономике, промышленности. И мы видим, как мы сегодня поднимаем этот объём, то, что мы сегодня имеем. И мы видим перспективу развития этой отрасли в сельском хозяйстве, в услугах, транспорте, связи, торговле, строительстве. Конечно, наверное, желание любой экономики, любого государства как можно больше иметь добавленной стоимости на одного, работающего на территории. И мы должны все понимать, тем лучше будет работать экономика, тем будут лучше созданы условия в социальной сфере. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивалась экономика на территории Гомельской области. Напереды днезначной подеи в жизни нашей страны, наместник старшиня Гомельского Аблова Конкама Владимир Привалов сострелся с выкладчиками и студентами Гомельского Державного Медицинского Университета. Темы размовы стали выникой развития Гомельской области в минулом пяти годах. Почас своей особливой лекции наместник старшиня Аблова Конкама закоронул экономичные, социальные, культурные аспекты життя региона. У будущих медиков и их выкладчиков была так сама мягчимость огучить свои питания до областных уладов. У Гомельского Медуниверситета, який по всей стране в целом, чекает у себя Русского Народного Схода. На им повинны быть огучены важные гляновые питания. Нам было бы интересно узнать, какие новшества будут предложены в системе образования, подготовки специалистов, потому что есть свои стандарты, есть своя программа, которая будет изменяться и не будет для нас очень важна. Само собой волнуют вопросы о здравоохранении, как оно будет развиваться в дальнейшем и как будет проходить поддержка молодых специалистов. Потому что в скором времени лично у меня распределение, меня волнует, куда я приеду, как я приеду на рабочее место и как я буду работать и развивать здравоохранение. Разом с иншими обнарковывать питания социально-экономичного развития державы будут и представники Брагинского района. На первые дни схода с ними сустрелся Олег Синчеров. Брагинский район – один из самых потерпелых. У вынеку Чернобытской катастрофы, в районе частного стояло питание о полном отселении городского поселка. Зараз, правда, ситуация изменилась, и людей уже хвалюют не только экологичные питания. Что от миграционных процессов, то зараз Брагинский район от инших ничем не одрознивает. Некто приезжает, некто изменяет адрес на иншие регионы. Коли не игноровать парады в ученых, то жить тут можно без шкоды для здоровья. Тем более, что медики мясовых жахаров без уваги не покидают. Беда и самая отметная рыса Брагинского района – он сельскохосподарший. Тут нема промысловых предприемств. А тому и районный бюджет у значной ступени задержит от вынеков работы аграрного сектора. На жаль, сегодня тут есть проблемы. Вырыжить всякие только на местовом узороне немогчимо. Брагинский район является сельскохозяйственным регионом. И как будет развиваться сельское хозяйство, зависит во многом благосостояние населения района. Трудности сельхозорганизаций, износ техники и нехватка денежных стрельд для ее приобретения являются одним из факторов, сдерживающих развитие сельхозорганизаций. Для обновления сельхозтехники нужны дешевые кредиты. Социальная сфера Брагинского района от инших регионов все не так само не одрознивается. Музеи, установы аховы здоровья, дитячие сады и школы. Ушмат, чим подобные проблемы, характерные для инших невеликих регионов, в той же Брагинской школе, например, кадровое питание. Уродженцы инших городов после обовязковой отпросовки, звычайно вертаются до дому. Правда, наставника початковых классов, делегата пятого Всебелорусского народного схода, Светлану Будник, как это не тычется, переезжать она не сбирается. А тому на форуме плановят пожить отказы на питание, какие можно назвать для района наибольшее актуальными. Надеюсь, что во время проведения собрания будут подниматься вопросы, которые волнуют каждого из нас. Уровень заработной платы, качество медицинских услуг, благоустройство наших населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в малых городах и поселках. Являясь участником Народного собрания, думаю, что получу достаточно информации о социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы. А также хочу услышать предложения по дальнейшему развитию системы образования. Гомельская область планует увеличить свою присутность на рынку излученных Штатов Америки. Сподеваться на это позволяет погоднение об деловых партнерских отношениях, подписанных помеж городами Гомель и Форт Майерс. Подробязности в наступном материале. Подписанное погоднение выник намаганию предпринятых Белорусским министерством замежных справ и нашим посольством УЗШ. В уголе у Гомельской области уже есть певный опыт супрацовництва на американских рынках. Размова у першую чергу о Белорусском металлургичном заводе и акционерном товаристве «Спартак». Але теперь нашу присутность меркуется значно поширить. В связи с чим, у склад делегации, якая наведала штат Флорида, включили представников широкого предприемства у Гомельской области. Мы заинтересованы, чтобы наша молочная продукция пошла. Прежде всего, сыр, возможно, сухое молоко. Мясо, безусловно, там не пройдет. Там очень свои рынки мощные, хорошие. Латиноамериканские рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы продукция нашей деревообработки могла быть там востребована, потому что и плиточные материалы нужны, и утеплитель натуральный может вполне там проходить. У них очень большие масштабы строительства. И при этом они не ограничивают себя в импорте, потому что американский континент потребляет огромный объем импорта. А прочее того, подчас визита у США были обмеркованы питания супрацовництва в гуманитарных сферах, в приватности помеж высшими навыкальными установами. Когда все отримается, наши студенты отримают мягчимость в учиться в излученных штатах Америки. У них есть заинтересованность, да и у нас, впрочем, такая же заинтересованность есть обмениваться группами студентов, чтобы наши проходили там, не стажировку даже, а, возможно, даже схемы обучения. Ну, условно, получили базовые какие-то 2-3 курса у нас, а несколько курсов там. Вполне серьезные, они готовы провести по этой теме переговоры. Как ожидается, подчас святкования Дня Гомеля у вересня этого года я гонаведы официйная делегация Американского штата Флорида. Подчас состречу баки мают намер больше деталево отмерковать мягчимые накерунки взаимодействия. По коль же гомельчане отзначают добразышливые относины сбоку уладов и деловых колов штата и жадание реального супрацовництва с нашим регионом. Они готовы помочь нам в плане продвижения нашего товара, изучения законодательства, процедур всевозможных административных. Это сложное дело. На новом рынке так просто не пройдешь. Мы даже с Российской Федерацией имеем очень много сегодня проблем в части продвижения наших товаров, а на американском тем более. Так вот, эти услуги как раз, причем на такой, можно сказать, безвозмездной основе, они готовы это все помочь. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм. Я уверен, что мы сможем прибавить. Есть чему там учиться. Рынок очень многогранный, и я считаю, что для нас это важно и престижно иметь партнеров вот на этом континенте. Олег Сентюроу, Сергей Негеревич и Гермарышченко. Телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине сменились термины проведения проверки автоматизованной системы центрального обращения гражданской обороны. Сирены прогучают сегодня в областными районных центрах. А в пятницу с 9 ранницы до 5 вечера специалисты будут не только периодично включать электросирены, а и перехопливать радиохвалы, как передавать по их поведомлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова За минулую пятигодку в рамках отповедной программы взроблены значный крок по повышению якости адекватных послуг и потребностей одуренных детей. Яши один на керунок, которые будут сирот приоритетных на наступные 5 годов, а хово детинство. Зараз у Гомеля налишивается больше 900 детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков. Яши коля 700 неполноходовых выховываются у семей, которые находятся в социально небеспечном становище. Есть вопросы, которые сегодня требуют усиленного продолжения. Это в первую очередь вопросы охраны детства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В этом направлении наша задача больше работать с трудовыми коллективами, где работают наши родители, воспитанников и учащихся. И одно из направлений, которое требует продолжения такого более усиленного, это поиск дополнительных, скажем, источников для укрепления материально-технической базы учреждения образования. Отбылся финал масштабного областного детячего телевизийного конкурсу ведущих «Юная телезорка». Заключенный этап суместного проекта телеродокомпании «Гомель» и Управление адукации «Гомельского облаконкам» прошел в областном драматичном театре. Светками подеи стали наши корреспонденты. Амаль пять месяцев отборочных туров, 25 районов Гомельской области и коля 500 удельников. Журы масштабного проекта «Юная телезорка» нарышце поставила кропку творчих баталий. Финал пройшел на сцене Гомельского областного драматичного театра. Дарычу, подчас реализации проекта с дымочной бригадой телеродокомпании «Гомель» довелось проехать сотни километров. А журы провести десятки годин, отбирающих конкурсантов. Увы, не кузамаль пятьсот детей от 10 до 15 годов, до пошних этапу дальше только 23 удельники. Почему решила поучаствовать? Да потому что мне это очень нравится. Попробовав, нам как-то предложили в этом конкурсе поучаствовать, мои родные. И попробовав, вот это все пройдя, мне это очень нравится. Мне кажется, дальнейшую жизнь я буду с этим связывать. Головный приз конкурса – место ведущих от детячей программы телеканала «Беларусьчатры Гомель». Каб завоевать, его удельники с поборней шали в мастадстве красомолства, демонстровали свои вокальные сдольности и умение трыматься на сцене. Оценивали их мастерства, представники управления аддукацией Гомельского облого канкама, ведомые журналисты, спеваки и актеры. Очень приятно, что вот такой конкурс проходит, потому что возрода – это старая традиция. Дело в том, что лет 15 назад существовал публиканский конкурс «Созвездие надежд», который тоже делал систему образования. И вот эти вот юные звезды, которые выходят на сцену, действительно у них есть шанс. И сегодня, и возможно в будущем завоевать сердца этих своих зрителей, к которым они стремятся. Порошенье журы пероможцами стали Гаурловец Ханна, Капуза Дмитрий, Свят Саураман и Степанова Вероника. В уголе за маль пять месяцев кастинга у проекта объеднал великую колькась дятей, надал удельникам упыльненность в своих силах и сдольностях, а головной сгуртовал вокруг агульной мары, связать свою будущую с телебачением. Ганна Ковалева, Михаил Рабкоу, телерадио-компания «Гомель». Сегодня на территории в области объявлено штормовое попереджение. У большинства районов махчимы мощные ливни на вольнице и узмацнение ветра до 20 метров за секунду. Метеорологи закликают усіх грамадзян быть уважливыми, шильне зачинять дверы и в окны, убрать с балкона у речи, які от парыва ветра могут страпить на прохожих альбу автомобиле. Дареша, уласный автотранспорт по махчимысті не припарковывать, каля линии электропередачи старых древ. Совершенная война великого народа. Квест-тур под такой назвой пройшов у Гомеля. Командам необходно было пройти по дистанции, отказывать на разные питания на военную тематику, выконывать певные задания. Подробязнь расскажет Максим Савин. Ангелина Мурадзян разом с Сяброуками примає у делу таким квесте у першиню. Однак худший за усіх отказала на питанье Викторины и спершей спробой одрезала 125 граммов хлеба на етапі военно-полевой кухни. Здесь мы отмеряли норму хлеба для каждого человека, ну, суточную норму хлеба. Каждому человеку давались по талончику. Вот, и мы отмеряли. Всего давались каждому рабочему человеку 125 граммов, да, каждому человеку. А вот военным им давалась чуть больше суточная норма, 220... 250 граммов, да. Усяго квест-туры приняли у дел 30 юнаков и девчат, курсанты Института Министерства по надзвучайных ситуациях и студентки Лицея лёгкой промысловости. Шесть команд проходили шесть этапов. А кроме кухни тут были аж шпиталь, треба было худко и правильно забинтовать пораненого. На привале спеть песню военных часов под аккомпанемент и пошта написать с фронта письмо до дому. Мероприятие это посвящено 70-летию начала Великой Отечественной войны, поэтому мы хотели как-то обозначить эту дату. Это очень значимая дата. И это коснулась война, это горе, это страшная дата, коснулась каждую семью в бывшем Советском Союзе, конечно же, Белоруссии. Усе команды дошли до финишу. Головное у такими мероприемствами не перемога, а новые веды про самую буйную войну в истории и дани на памяти усим загинувшим. Явген Пабалавец, Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». Это все новины на этот час. У студии працевал Явген Пабалавец. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин